Продолжение следует... Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах! Продолжаю работать с текстами пророчеств и в предыдущем видеоматериале на основном канале я с вами говорила о тех иконах, которые связаны с грядущим царем. Тема однозначно всем понравилась. Благодарю за лайки и просмотры. И сегодня мне бы хотелось показать вам Афон и тех людей, которые там живут, зная о грядущем царе, намного больше, нежели мы. Потому что люди, находящиеся в этих монастырях на отдельном острове, они, скорее всего, сохранили не только истинные рукописи, библейские тексты, но и те пророчества, которые связаны с посланником из будущего. И эти послания более достоверные. Но я вижу, что молитвенники, монахи цитируют, в принципе, те же мысли, которые я озвучиваю на своих каналах. И мы с вами говорили о том, что, во-первых, жид будет бичевать землю русскую. И что грядущий царь остановит вот это вот беззаконие, которое творится на сегодняшний день. В первую очередь установит мир. И имя его будет мир. Мир, который узаконится на века. Поскольку мечтать о каком-то эволюционном переходе, о каком-то рае на земле, об изменении человечества в состоянии войны невозможно. Сначала должно быть осознание того, что необходим мир. Так вот, те люди, которые живут на Афоне, они, конечно же, знают о грядущем царе. И если вы желаете узнать, являетесь ли вы им, то, как вариант, вы можете уточнить у этих людей. Я думаю, что у них есть информация и о сакральном имени, и о внешности царя. Я, к сожалению, туда попасть не могу, потому что я женщина. Уж таковы у них законы, несмотря на то, что это удел покородицы. А вот вы, дорогие посланники, в коих бунтует дух справедливости, которые желают стать грядущими царями, можете посетить это замечательное место и пообщаться с теми людьми, которые там живут. Я вам сегодня покажу фрагмент, доказывающий те слова, которые я озвучила в предыдущем видеоматериале, о том, что действительно люди, близкие к Богу, молятся о иконы «Непобедимая победа», чтобы был явлен русский православный царь. Для того, чтобы остановить игорь жидовское, для того, чтобы прекратилось кровопролитие между русскими людьми, между Украиной и Россией, в первую очередь. И я не случайно делаю эти видеоматериалы. Мне бы в первую очередь хотелось, чтобы мир наступил, потому что я, как мать, озабочена будущим не только собственных детей, но и детей, которые живут в нашей стране и за ее пределами. Обижать детей – это самый большой грех. Выгонять их из своих домов и разрушать эти дома – это еще больший грех. А убивать детей – это грех, который не обращается свыше. Поэтому послушайте то, что говорят эти прекрасные люди, и мне бы хотелось, чтобы вы сделали соответствующие воды. И если до сих пор мир не установлен и игорь продолжает существовать, то, значит, не пришел еще тот человек, о котором говорится в пророчествах. Как бы сегодняшние правители эти пророчества под себя не подгоняли, есть еще глаза Божие и уши Божие, которые все видят, слышат, и которые изначально оставили для нас богодуховенные тексты в качестве прогноза или перспективы, или информации о том, что должно быть в будущем. А в будущем должна быть всемирная монархия, которая связана с понятием мир, единое управление, и, конечно же, основным правителем в этой мировой единой монархии должен быть наш основной монарх, Господь Бог Вседержитель. И тот человек помазанник, который будет править на земле и будет руками Божьими, он предназначен для нас свыше, давно и прописан в текстах Писания. Мне очень жаль, что многие из вас, к сожалению, игнорируют Богодуховенные тексты и говорят о том, что якобы одна часть пророчек была отменена, и даже Мессия Иисус Христос отменил Ветхий Завет ничего подобного, мои дорогие. Иисус четко сказал, я не отменил законы пророков. Если мы отменим тексты Ветхого Завета, которые вы не желаете читать, то мы отменим наше будущее, поскольку именно там оно прописано. Откройте третью книгу Ездры в первую очередь, где четко увидите всю информацию о переходе на новый уровень бытия. То же самое я могу сказать и о текстах Корабла. Там очень много аятов, которые на сегодняшний момент еще не раскрыты для нашего сознания, поскольку там есть даже информация научного характера. И каждый раз мы будем открывать вот эти вот цитаты по-новому, потому что меняемся мы, меняется мир вокруг нас и меняется наше восприятие текстов. Поэтому то, что у нас есть в руках, все три источника, Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, это вечное Евангелие, то есть вечная благая весть, это вечный завет, который всегда был и будет в нашей истории. Ну что ж, я думаю, вы останетесь довольны тем, что говорят старцы, и заметите, что они опираются на пророчества, которые я вам озвучивала. «Остановитесь, остановитесь со страхом, и поспешив на десную страну, обретете там мужа воистину дивного и крепкого. Сей будет вашим властителем, ибо он любезен мне, и вы, приняв его, исполните волю мою». Вот когда вы сможете найти этого человека, узреть этого человека, когда он начнет реализовывать планы Бога, тогда и начнется ваш квантовый переход, о котором вы так много щебечете, не понимая и не зная Богодуховенные тексты. Все ваши вибрации, изменения связаны напрямую с тем социумом, в котором мы живем, поскольку Богу угоден мир человека внутри общества. И поэтому общество должно созреть морально, духовно, созреть к совершенству и к несколько другому миропосприятию, к чистому отношению между людьми. Но пока, к сожалению, я понимаю, что если для вас более любые гадалки Таро, более любые люди, люди, которые берут информацию, якобы, якобы с небес, люди, которые обманывают вас информацией от пришельцев, от Бога, которая идет, неизвестно из каких, информационных полей, и вы откидываете слово Божие, то я прекрасно понимаю, да, вы не зазрели. И это на руку людям, которые являются врагами нашей страны. Ведь посмотрите, чем хуже контент, чем больше бреда говорят люди, тем больше просмотров и подписчиков. Чем более качественный материал, чем более существенной информации, тем, к сожалению, меньше слушателей и меньше доброжелательных комментариев. Желаю вам созреть, потому что пока вы не созреете, нам не дадут грядущего царя, и он не сможет управлять обществом и строить светлое будущее. День, который мы сегодня организовали, это мировая элита на русской земле. Горе, горе нам без Христа, дорогие братья и сестры, проснитесь, проснитесь, проснитесь. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok